Привет, красотки! И сегодня супер необычный день и супер классный день, потому что мы будем праздновать Хэллоуин всей семьей. И я думаю, будет весело, прикольно. Я вот сама очень предвкушаю, сама очень ждала этот праздник. Сегодня вообще расскажу, как он образовался. Обожаю вот эти вот пятна от мокрых волос. Я вся уже в подготовке, на самом деле, с самого утра. Ева ушла в садик до полдника. Мы ее забираем сегодня после полдника. И потом у нас наша туса с пяти часов вечера, на которую, возможно, даже попадет Мирочка, если успеет проснуться со второго сна. И я иду сегодня на макияж специально ради Хэллоуина. И макияж такой необычный. Я хочу наклеить ресницы, я хочу сделать сильно зеленые тени, потому что у меня зеленое платье. Я сейчас вам его покажу. И паутинку нарисовать. И, возможно, красные губы, но, возможно, это будет too much. Я не хочу какой-то прям чересчур страшный образ, потому что туда, на самом деле, может прийти Мира, и она... Не хочу, чтобы меня испугалась. Ну, короче, мы, наверное, решим вместе с визажистом уже в салоне, потому что хочется, чтобы было все-таки красиво, органично, а не просто ярко-броско. Показываю вам наряды. Всех нас. Это мой наряд. Ведьмы. Ведьмы-колдуни. Такое длинное платье. Посмотрите, какие здесь секси-штрипочки. Я шнуровку эту даже еще до конца не сделала, но успею сегодня еще сделать. Она вообще-то с капюшоном. Оно, платье. Мне очень понравились вот эти вот рукава. Я буду такая ходить. Но, несмотря на то, что есть капюшон, я себе заказала еще шляпу, потому что, если честно, шляпа для меня это сразу плюс сток образу, и, ну, как будто прикольно будет. У меня зеленые глаза, зеленое платье, понимаете, да? Тем более, что шляпа вообще топ. Посмотрите, у нее паучок свисает сверху. Девочки, что я поняла точно, не так страшна мрачная атмосфера Хэллоуина, как ненакормленная семья. Развлечения развлечениями, а домашняя система питания страдать не должна. В этом случае меня всегда вручает перекресток. В приложении более 35 тысяч наименований товаров доставка всего за 60 минут, а цены и акции, как в офлайн-магазине. Еще мне нравится, что я могу заказать не только продукты, но и готовую еду, которую можно выбирать по национальным кухням, способу приготовления, по виду белка и даже по аллергенам. Кстати, сегодня мы пробовали блюдо из кухни Восточной Азии. Это была курица-теряки на рисе. Очень сытное и вкусное блюдо. Оформляйте заказ всего за 5 минут, как это делаю я, и уделяйте свое время более важным хлопотам, чем походы в магазин. И, конечно же, используйте мой промокод PASNOVA500, который даст скидку 500 рублей на первый заказ от 1500 рублей. Скачивайте приложение по ссылке в описании, либо здесь по QR-коду. А мы с вами возвращаемся в праздник. Конечно же, за 2 недели до Хэллоуина все эти костюмы стали стоить как крыло от самолета, потому что спрос большой, высокий. Я просто вам покажу наряд Дениса, вы будете ржать, что за 3500 этот балахон. Я считаю вообще, что у меня очень идут шляпы. Я, конечно, сейчас без макияжа, без всего, но прикольно. Я просто в детстве, мне кажется, не наигралась сама в эту историю и хочу закрыть гештальт, потому что я вам расскажу, как в детстве я рьяно пыталась сделать всякие праздники у нас в школе, но не всегда нам разрешали. Я бы сказала, всегда не разрешали. Обувь. Единственное, что я у себя такое нашла подходящее, я не хочу надевать каблуки, я хочу комфортно себя чувствовать, но в сапогах я тоже не думаю, что я буду себя прям очень удобно чувствовать, потому что будет жарко, но это лучшее из всего, что у меня есть. Знаете что? Немножечко вставка про любовь к себе. Я считаю, что настоящая любовь к себе проявляется в том, что ты, например, выбираешь наконец-то обувь по своему размеру, а не такую, какая будет выглядеть красиво, но тебе будет капец как некомфортно, и у тебя на самом деле пальцы потом будут не широкие, как должны быть, а скукоженные, и будет появляться косточка. Так вот, для меня это открытие этого года, я выбросила всю обувь, которая мне не подходит, и выяснилось, что у меня 41,5 размер, но мне вообще окей, и моя обувь мне не жмет, и мне не супер комфортно. На самом деле, эти сапоги это исключение, как раз эту пару я хотела дисквалифицировать. Мы обувь, одежду вообще не выбрасываем, мы их отдаем нуждающимся, там специальные из центра, куда все это собирают. Я это отложила, но поняла, что у меня нет ничего более подходящего для костюма, и исключительно для этого костюма на один вечер, на два часа я надену. Ну, потому что у меня, правда, ничего другого больше нет. Внимание, лот за 3,5 тысячи рублей, черная ткань! Просто реально это лоскутки в лохмоте черной ткани, вот с такими вот штуками, очень плохо обработаны, вы сейчас можете увидеть нитки торчащие, все такое. И пояс тоже просто, эта ткань, посмотрите, вот так вот отрезана, оторвана. Ну, максимально, конечно, неаккуратно, но для праздника нам сойдет. И, конечно же, он будет с маской! Там, короче, две маски шло в комплект, и мы другую дадим еще. Там засовывается эта маска в капюшон, чтобы не было ничего видно. Я думаю, что Денис, чтобы не пугать детей, он все-таки будет не все время так, он будет ее снимать, и будет периодически с маской, и иногда нет. Показываю вам костюм Евочки. Ева тоже ведьмочка, у нее такое летящее платье-сарафан, она тут еще, видите, с крыльями, то есть она, когда руки разводят в стороны, она будет, типа, такая, как летучая мышка. Немножко шляпа, у нее мне очень нравится, она прям вот качественная, знаете, красивая, качественная, блестящая. И такая не сильно и страшная, ну, то есть костюм не сильно страшный. Вот такая у нее еще метла. Метла как будто коротковата немножко, но в целом нормально. И я ей заказала очень прикольные колготки. Сейчас покажу. Хоть себе забирай на самом деле, сетчатые, с бантиками, такие, ну, прям на ноге будут прикольно смотреться. Но у нас, у Евы, нет черной обуви. Я это поняла буквально вчера, и даже если бы я поняла это за неделю, мне кажется, я бы туфли только ради одного дня, черные все равно не покупала, потому что, как бы, у Евы обуви просто вот так. И из самого подходящего у нас есть вот такие белые туфли. Тоже они переливаются, и в целом очень даже, я считаю, гармонично может это сочетаться. Но тогда не с черными колготками, потому что, ну, все черное, и внизу белые туфли. Можно надеть вот такие, но они как будто вообще не под стиль. Они такие, типа, милые, да, я такая девочка. Поэтому у меня родилась идея все-таки надеть белые колготки под вот эти вот платья все. И тогда белые туфли. Типа вот так, вот так. Как вы считаете? Мне кажется, в целом неплохо. Если что, я возьму с собой их и еще просто носочки, потому что там всякие испытания будут, всякие задания, и ей будет удобно не на каблуках и вообще не в обуви ходить, я так думаю. Она будет просто носочках. Вы думали это все? А вот и нет, я вам покажу наряд для Мирочки. Мира, как я уже сказала, не факт, что будет присутствовать, потому что она второй сон спит ровно в это время, когда у нас будет праздник. Но, скорее всего, она успеет проснуться на его окончание. Вот такой вот я ей заказала бодик. Его надо погладить. Тут тыковки. Я заказала еще оранжевые штаны. Они, к сожалению, не успевают прийти. Было написано, что успевают 29-го аж, но нет. И это меня печалит, потому что они офигенные. Посмотрите, какие милые. Это было бы очень мило. Но у нас есть другие штаны у Миры. Найдем, что надеть, чтобы было в тему. И вот такой еще я купила ободок. Не знаю, если честно, кому это. Вот кто захочет. Я возьму с собой, вдруг там кто-то будет без костюма, без наряда, и просто ему вот так вот надеть рожки. Прикольно. Теперь рассказываю вообще про концепцию, что это, кто это все сделал и как мы это организовали, кого мы позвали. Начну с того, что у меня реально есть, видимо, незакрытый гештальт с детства. Потому что мне всегда хотелось этот праздник отпраздновать. Мне хотелось наряжаться. Это был, мне кажется, единственный такой праздник, кроме Нового года, такого супердоброго, да, когда мы можем быть зайчиками, лисичками. Это праздник, когда ты можешь быть любым, когда ты можешь накраситься ярко, когда ты можешь побыть плохим персонажем, да, то есть каким-то негативным. И это тоже важно через это, возможно, свои какие-то эмоции выплеснуть, проявить себя, показать себя. Я вот к этому празднику исключительно вот с таким подходом, не к тому, что мы там вызываем демонов каких-то, гадалок и что-то еще, но вот именно для детей это прикольный способ действительно выразить себя. И вот в школе мне очень хотелось такое организовать. Я помню, что, по-моему, единственный раз, когда нам классный руководитель разрешил это сделать, мы сами, я просто, ну, настолько энтузиазма в детях. То есть не нам организовали что-то, а мы сами с подругами, там, втроем-четвером организовались, придумали всю программу на, по-моему, час-полтора. Сами на свои деньги карманы закупили какие-то мармеладки, какие-то придумали конкурсы в интернете, начитали всего, что там ты приглашаешь там желающего, он опускает руку, и там как будто бы имитация мозгов, какая-то склизкая консистенция, на самом деле это лизуны. Ну, короче, музыку подготовили, мы сопровождали все это голосом, я играла смерть, а моя подруга играла, по-моему, ангела, ну, то есть хорошее и плохое. Мы делились на две команды, короче, я считаю, мы придумали очень классную идею, было клево. Но наши мальчики не особо все это поддержали, они как-то это прямо выстебывали. Я помню, что было сложно даже произнести вслух до конца там свою речь, да, у нас были какие-то шутки, были записаны сценки, и они как-то все выстебывали так, я очень мило говорю, с мокрыми пятнами, как будто это от молока. Лучше волосы сделаю вот так. Короче, они все это как-то выстебывали, что мы не могли никак до конца вообще нашу программу довести, и я прям помню, как я там психанула, развернулась, хлопнула дверью, сказала, все, мы это все закрываем, я больше не буду в этом участвовать, потому что мне было обидно на самом деле. Внутри очень обидно, ты к этому готовился. Так вот, похоже, Сашенька в 27 лет это все организовывает, чтобы закрыть вот ту историю. Изначально я подумала, что прикольно позвать к нам в гости каких-нибудь аниматоров в тематике Хэллоуина, позвать нескольких друзей Евы, организовать это в таком камерном формате. Потом я подумала, когда мы посчитали, сколько можно пригласить, у Евы достаточно много друзей, понимаю, что еще наши как бы друзья есть, не только Евина, вот наши с Денисом, и у них есть дети. И все это, короче, превращается в какой-то балаган у нас дома, потому что дети дома, их нужно, получается, контролировать, чтобы они там не накрасили краской диван, не отодрали где-нибудь стены, не зашли ко мне в гардероб и не начали перемерять мою одежду. Ну, короче, знаете, будто много моментов такого контроля должно быть, а я не хочу, не хочу там одергивать детей, я хочу сама тоже в празднике быть. Так мы пришли к выводу, что мы будем это делать на нейтральной обстановке, на сторонней площадке, лучше мы все это там арендуем, позовем аниматоров туда, организуем кейтеринг, туда все придут нарядные и там мы это отпразднуем. И я, если честно, подумала, что большинство родителей из нашего садика это поддержит. То есть мы не как организаторы, и мы типа все на себя берем, смету, да, я имею в виду мы как наша семья, а что мы ее поделим на всех родителей. И тогда вклад, взнос там получается тысяч по пять. Но почему-то очень мало людей согласилось пойти туда, хотя, казалось бы, на все готовое. Ну, то есть я полностью связалась с организатором, мы расписали концепцию, аниматоров выбрали, меню, декор какой будет, смета готовая. И вот нам только ее нужно раскидать на нужное количество родителей. И вот мы как-то разослали нашим друзьям, кто-то согласился, кто-то не смог, кто-то из родителей из садика не смог, потому что у них, у детей в этот день, там, не знаю, рисование какое-нибудь, развивашка. И я такая, блин, серьезно, это же Хэллоид, почему рисование важнее? Ну, окей, это выбор каждого. Ну, то есть нас набралось не так много людей, и из-за этого смета вышла на сто тысяч, даже не на сто, на сто двадцать. Из-за этого получается, что я же не могу родителям сказать, давайте все, типа, делить теперь с расчетом на всех поровну. Они-то на пять тысяч изначально рассчитывали, и получается, всем мы сказали также по пять тысяч, остальное с нас. А с нас вышло шестьдесят пять. Ну, и получается, мы как будто организовываем день рождения Еви. Но в целом я считаю, что это стоит того, мы точно проведем классный день, и для нас это будет для всех очень незабываемое классное событие. Поэтому я ничуть не жалею, вообще супер в предвкушении, жду сегодняшний вечер. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ух ты! Это кто, папа? Это кто? Я представляю, какие сны будут сниться сегодня все. Небольшой обзор здесь есть в нашем прямом месте празднования туалет. С пеленальной даже. Очень удобно. Дикольная площадка на самом деле. Сюда мира, наверное, еще придет после сна. Кажется, он уже просыпается. Кажется, он уже просыпается. Мои гости Тысячу лет не выходил На свет И еще столько же не выходил бы Что здесь происходит? Слава, не бойся Мэрис Это что? Это кто? Это люди? Нет Это что, люди? Да нет, да стой Стоп, неприлично Я тебя познакомлю Смотри, это два брата-близнеца Человеки-пилы Дальше Человек-понедельник Самый невыспавшийся здесь сегодня Здесь все виды ведьм, которые я нашла в этом городе И еще, конечно, тут очень много ведьм Разных возрастов, разных костюмов И у них у всех красивые мертвые Только они почему-то стоят неправильно Подожди А это точно не дети, переодетые в костюмы? Нет, ребята, вы же не дети Папа, подожди, я тебе забыла самого главного представить Кого? Человек с самой жуткой улыбкой Ах ты Видишь? Какой красивый Видишь? Ого, мне нравится Это человек с промазков Я хочу его обнять Тысячу лет мне вылазил из своего замка Я тысячу лет лежал в гробу А у него, между прочим, неудобно Веришь? Да Ух ты Вот они, друзья Давайте им еще раз громко крикнем Привет-привет 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 Юрий-привет Три Три Один Мово容 Мово И Играет музыка Играет музыка Играет музыка Толли первый Играет музыка Играет музыка Лучше выгибает Два Вместе Вместе Всего объявляем результат И победила Есть видеосъемка, можно проверить Через 5 лет проверим обязательно Ну что, мы поздравляем вас У нас чистая мучка Аплодисменты Пришел маленький гость на праздник Ой, аккуратно, ты чего делаешь? Стой, 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 подожди. Так, действительно зайчик. Это заяц антистресс. Ага, ну что ж. Да, и там еще и целые два. Ты молодец, пробегай, что ты мне на свое место. А мы будем выбирать следующий участник. Ну что, я выберу тех, кто стоит возле меня. Тут целый вообще рай показывает это, да, Мира? Для тебя особенно. Это Мира, если что. А вас как зовут? Полина. Полина? Я Саша. Взаимно. Хорошо. Это Миша. Миша. Мишка. Сколько игрушек положила, молодец. Она поехала. Мы ее отборим. Да. Только, наверное, один рукав. Нужно будет наказать. Хорошо? Закатил рукава и подходим ко мне. Вы мне подсказываете. Готовы? Раз. Два. Три. Ручки внутрь. Я подсматриваю. Ну что, ребята, а теперь скажите, кто из вас напугался так, чтобы больше всего было неприятно? Да. Это все. Пауки. Пауки больше всего напугались, да? Какой сестренка похоже. Съем это? Вообще. Да? Вообще, это лицо. Классно. 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 Это прикольно. Вот мы, наконец, приехали с нашей вечеринкой домой. Ева к бабушке пошла ночевать, потому что сегодня среда. А по средам у нас всегда бабушкины сутки. Ну что, мы с Мирой уже дома. Она тут пытается взять мою камеру, судорожно. Иди сюда. Иди ко мне. О, так он думал, хороший человек. Мира вообще умничка. Я думала, она испугается. Она, конечно, вначале чуть-чуть испугалась. Так, типа, посмотрела, потом обратно зашла, потом опять посмотрела, обратно зашла. Немножко там поплакала, но потом мы с ней зашли. Немножко вылили снаружи, потом зашли еще раз. И в чем плюс вот этой площадки, мы впервые были на ней, что там очень классные зоны для детей есть. То есть именно полазать. То есть, например, есть дети, которые не очень-то любят какие-то вот такие движухи или не готовы к ним выходить сразу же, именно к аниматорам. И таким деткам... Блин, так жалко все это снимать. Посмотрите, какие у меня ресницы. Огромные просто. Вообще. И для таких деток вот эти вот зоны еще и с нянями просто прекрасно. Мира настолько адаптированный на самом деле ребенок в этом плане. Она просто сразу пошла к няне, которая там была, к нянечке. Спокойно вообще там с ними все изучала, смотрела. Ну, девочки тоже прям молодцы, так завлекали хорошо. Как раз Мира на самом деле, когда пришла, уже шоу-программа заканчивалась. Все вот эти страшные куклы уходили. Нам потом включили свет. Началась мирно любимая часть еда. А значит, Мира вообще прекрасно себя чувствовала. Что-то сидит там сзади, батные диски мои разбирает. Вот это вот все нужно мне сейчас стереть. Интересно, как я это буду делать. Чем? Менять, конечно, гидрофильное масло. Ну, в общем, будем мы заканчивать этот прекрасный влог. Пишите в комментариях, празднуете ли вы Хэллоуин. Устраивали ли вы когда-нибудь для деток что-то такое. Для деток, в том числе для себя. Серьезно, потому что я была очень рада во всем этом поучаствовать. Лишний раз нарядиться, лишний раз делать памятные фотографии. Я прям вижу, как потом, через лет 20, мы будем смотреть на эти фотографии всей семьей. Такие, как прикольно было. Какая маленькая Мира, какая Ева-ведьмочка. Так что я супер довольна. Я считаю, что вложение абсолютно точно стоит того. Будем ложиться спать. Завтра уже, на самом деле, чемоданы собирать. И скоро мы отправляемся в Турцию. Вероятно, влог из Турции выйдет тоже после этого влога. О, какая там веселуха у меня. Смотрите. Просто ватные диски повсюду. Это залог спокойствия, тишины на 2-3 минуты. Па-па. Па-па.